Анна Герцовская С наступлением весны в Рязани тает не только снег, но и фасады жилых строений. За последнюю неделю от горожан поступало несколько жалоб о разрушении фасадов. В основном это происходит в жилых домах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Улица Дзержинского, дом 73. В этом жилом доме расположены также магазины, аптеки и прочие учреждения. Здесь на протяжении нескольких лет разрушается фасад. Об этом говорят сами жильцы. Некоторые фрагменты падают на пешеходную зону, что несомненно опасно для жизни и здоровья горожан. После недавнего обрушения опасную зону возле дома огородили красной лентой. Не все обходят ее стороной и многие считают подобные условия неприемлемыми. Горожане отмечают, что многим домам в Рязани требуется реставрация. Кроме того, некоторых проблем можно вовсе избежать, если хорошо ухаживать за строениями. На улице Дзержинского дело дошло уже до аварийного обрушения. Однако здесь пока никто не занимается восстановительными работами. Кроме того, в управляющей компании не скрывают своего раздражения на назойливых жильцов дома. Сегодня жители позвонили, уйма количества, это просто невыносимо. И каждый спрашивает, когда у нас будут делать. Жильцы имеют право знать, когда в действительности здание будет приведено в порядок, а ходить рядом с ним станет безопасно. Там уже были наши работники, они все, что аварийное, они все подковыривали, весь фасад почистили для того, чтобы люди уже ходили, не боялись. Там же все огорожено у вас. Пока управляющая компания не планирует делать текущий ремонт, а предлагает продолжить обходить здание по проезжей части вдоль машины ограждений, дожидаясь капитального ремонта дома. Иначе будут все ходить опять под окнами. Там же неизвестно, когда что будет вываливаться. То есть неизвестно? Или вы все-таки убрали так, чтобы не вываливалось? Непонятно. Убрали так, чтобы не вываливались. Но неизвестно, будет ли вываливаться, да? Ну вы вот можете вот угадать, вывалится там кирпичик еще или нет? Это никто не может предсказать. Никто и не ожидал, что у вас фасад посыпется. Пока в управляющей компании гадают, вывалятся ли новые кирпичи, одновременно с этим там пояснили, что из «Зеленой рощи» в фонд капитального ремонта было отправлено письмо с просьбой о переносе сроков капитального ремонта фасада на ближайшее время, то есть на этот год. Остается надеяться, что разрушающийся фасад никому не навредит, а пешеходы не окажутся под колесами автомобилей, обходя этот дом. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Октябрьский суд Рязани приговорил Александра Красавина к девяти годам лишения свободы за убийство, совершенное два года назад. В ходе пьяной ссоры он задушил молодого парня, который, по сути, случайно оказался в доме Красавина. Пропавшего искали родственники и друзья. К поискам подключились волонтеры, и только спустя год тело обнаружили в одном из заброшенных домов. Подробности дела знает Максим Васильев. Она искала его практически с момента исчезновения. Материнское сердце подсказывало, случилось неладное. Подключались и волонтеры из «Лиза-Алерт». Погибший Илья к своей маме Валентине Ивановне приходил во снах. Говорит, все пытался показать место. Потом начали мы ходить сюда, вот в Поголенчино, потому что еще был снег, и по мере таяния снега мы все время ходили, смотрели, может быть, где-то что-то, хотя на нем была трехцветная яркая куртка, что если бы, вот даже первое время, когда мы искали, что если бы он где-то, как сказали, или замерз, или провалился, куда, мы бы его нашли. Наша съемочная группа к делу подключилась уже после того, как главный фигурант в своей причастности к убийству, а это, как установило следствие, было убийство, сознался и показал, где закопал тело. Вот только версий произошедшего у него было несколько. Пьяный конфликт возник вот в этом доме. Внезапно. Мол, погибший никак не хотел уходить со двора. Была потасовка. До последнего момента осужденный настаивал на самообороне. То есть эту руку я стал прожимать вместе, где там перпечом не расположился. Стал давить. Когда стал давить, он попытался встать и попер на меня. Ну, я стал вкладывать, и перехватился. То есть в таком положении смогу полить. В том, что это постановка и театр одного актера, следователи уже не сомневались. С менее опытными экспертами эта история, наверное, так и закончилась. На квалификации превышение самообороны. Но в этот раз специалист попался опытный, и версию про случайность произошедшего он разбил в пух и прах, как и все остальные. Первая версия, да, вот на момент возбуждения была какая-то, что он там никого не видел. После того, как он показал труп, у него была другая версия, что это, как бы сказать, преступление, ну, даже не то, что преступление, а вот эта вот смерть Макаренко были причинены его товарищам. То есть Макаренко на него напал, товарищ пытался его оттащить, обхватил веревкой за шею, и в результате этого Илья погиб на месте. Но эта версия была разбита, проведена экспертиза. На логичный вопрос, если это была все-таки самооборона, почему не вызвали полицию, в разумительного ответа следователи не получили. В итоге именно эксперты восстановили ход событий и доказали, что это убийство было, может, и импульсивное, но точно преднамеренное. С этими выводами согласился и суд присяжных, единогласно признавший Красавина виновным преступлением. Приговор – 9 лет лишения свободы. Впрочем, срок апелляции еще не истек. В Рязани перед судом предстанет группа наркодилеров, которые работали на территории трех областей – Рязанской, Московской и Ростовской. Подробности у Олеси Котровской. 6 килограммов 700 граммов синтетики именно столько полицейские суммарно изъяли в ходе следственно-оперативных мероприятий. Наркотики прятали дома, в автомобилях и в других местах закладок на территории сразу трех регионов. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников межрегионального преступного сообщества, занимавшихся распространением синтетических наркотиков на территории трех регионов России. Оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения ГРОМ ОНК ОМВД в течение года задержали 13 мужчин и 8 женщин, проживавших в Рязани, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областях. Среди них были две супружеские пары, остальные фигуранты не были лично знакомы друг с другом и общались с применением мер конспирации через интернет. Трое обвиняемых ранее были судимы за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В 2019-2020 годах сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области во взаимодействии с региональным ОФСБ поэтапно пресекли деятельность большой группы лиц, участники которой в настоящее время обвиняются в бесконтактном распространении наркотиков посредством сети интернет через тайники, закладки. Всего к уголовной ответственности привлекается 21 человек. В настоящее время предварительное расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Необычное оружие изъяли полицейские у 50-летнего жителя поселка Красный Восход. Предметом, очень похожим на пистолет, по нашей информации он угрожал соседям. Прибывшие на место оперативники шутки не оценили. Вот он, с виду невзрачный осколок трубы и аккуратно выточенная к нему рукоятка. На первый взгляд, детский пугач, но угрожал он им совсем по-взрослому. При этом никакого разрешения, ни на что огнестрельное у него не было и в помине. В протоколе эта штука значится как «дулозарядный пистолет третьего калибра». Такого в поселке Красный Восход еще не видел никто. Как пояснил, 50-летний мужчина, он живет на окраине поселка, недалеко от лесополосы, где часто встречаются дикие животные, в том числе лисы и бездомные собаки. И решил таким образом для защиты смастерить огнестрельное оружие. Злоумышленник знал о том, что изготавливая и храня у себя оружие без лицензии, он нарушает закон, но пренебрег этим. То ли померещилось, то ли он признал соседке дикую лису, эти нюансы уже не так важны. Своим третьим калибром он демонстративно угрожал женщине вполне серьезно. Теперь будет время подумать над своей выходкой. По части 1-й 222-й статьи Уголовного кодекса ему грозит 4 года колонии. Максим Васильев, телекомпания «Город». Запретный плод всегда, если и не сладок, то желанен. В исправительных колониях, например, есть много предметов, которые проносить внутрь нельзя. Но проносит и каждый раз новым ухищренным способом. В этот раз в шоколаде. Следы на телефоне – это шоколад. Для проноса в исправительную колонию мобильники упаковали в необычную упаковку. Сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии номер 2 была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Так, в ходе досмотра посылки, поступившей в исправительные учреждения, были обнаружены и изъяты 6 телефонов и 6 зарядных устройств, которые были спрятаны ухищренным способом в конфетах паркур, упакованных заводским способом. Оперативники узнали, кто отправитель посылки. Им оказался ранее судимый житель Пермского края. Чтобы не разглашать его персональные данные, его называют гражданин В. Они предназначались осужденному С, на которого были составлены документы о привлечении его к дисциплинарной ответственности. В отношении гражданина В. материалы направлены в МВД по Пермскому краю для привлечения его к административной ответственности по статье 19.12 за доставку запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Это не первый случай попытки передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. За два месяца 2021 года уже изъяли 126 единиц средств мобильной связи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова